Этой ночью в Лос-Анджелесе прошел самый ожидаемый рэп-баттл года, а схлестнуться в словесной дуэли с американским рэпером Дизастер приехал популярный в России исполнитель в том же жанре Оксимирон. Выступал в гостях, не на родном языке, то есть получается все козыри были на руках у американца. Так-то оно так, но кто же, по мнению публики, оказался сильнее, выясняла Варвара Невская. За этим событием с одинаковым интересом следили и школьники, и офисные клерки. Баттл-рэп, будто вирус, игнорирующий все фаерволы, плотно и надолго поселился внутри миллионов компьютеров по всей России. До того, как баттл между российским рэпером Оксимироном и его американским соперником Дизастером состоялся, его называли самым ожидаемым. Теперь, после минувшей ночи, встречу именуют исторической. Вот скажи мне, американец. В чем сила? Отсылка к Брату-2 и публика взрывается эмоциями, не давая продолжить Мирону раунд еще какое-то время. Соединенные Штаты Америки, Лос-Анджелес и, по идее, у хозяина площадки Дизастера поддержка должна быть мощнее. К тому же на победу Башира Ягами, настоящее имя американского рэпера, ставили даже преданные фанаты Оксимирона. И в первую очередь ссылаясь на то, что английский не родной язык артиста. Я ехал с настроем на то, что Оксимирон на фоне более опытного соперника проиграет. Но главное, чтобы выглядел неплохо. По факту и это не только русские фанаты, которые там забили половину клуба, даже сами американцы и там люди, которые с Дизастером работают, признают, что не ожидали того, что устроил Оксимирон. Технично, подготовлено, смешно, где надо и какие-то даже глубокие темы поднимаются. Текст Окси, который он, к слову, закончил лишь за неделю до батла, гораздо глубже, чем у соперника. Как говорят эксперты старшего поколения, быть может батлы заставят подростков читать. И если этнический ливанец Дизастер все больше поверхностно высмеивал российскую культуру, коммунизм, СССР, внешность Мирона и, как водится в батл-рэпе, грязно прошелся по матери и девушке оппонента, то панчлайны Оксимирона строились вокруг геополитики, национальных идей и актуальных мировых событий. Из уст соперников звучали фамилии Трампа, Путина, Хилари Клинтон, Сталина, Боба Дилана и Амара Хаяма. В общем, дискутировать было о чем. Предсказуемо было, что американский коллега будет говорить о том, что водка, матрешка и прочие стереотипы, связанные с российской скультурой. А идея батла – это понять, о чем будет говорить противник и попытаться сделать хитрее с его стороны. Сама стилистика Оксимирона была в том, что он использовал не только русский язык и английский, но и язык оппонента – это арабский. И та же фишка была с Баба, в России это Баба, понятно, что это значит, а в арабских странах Баба – это какой-то высокий чин, насколько я помню. Имя американского батл-рэпера переводится как «катастрофа». Его стиль под стать имени. Выступления в прошлом о карьере дизастера уже более 10 лет отличались жестокостью, напором, излишне агрессией в адрес противника. В этом же батле, по мнению пользователя интернета, он выложился лишь наполовину. Плюс его появление на мероприятии в майке с логотипом известной в России букмекерской конторы породили слухи, а не проиграл ли он специально за хорошую сумму отступных. Однако большинство коллег по цеху в это не верят. И вот почему. В принципе, это на сегодняшний день абсолютно нереально и полный бред, потому что, во-первых, в батл-рэпе нет таких денег, которые есть в боксе и так далее. Не так развита вся эта тема со ставками порочная. И это противоречит основам батл-рэпа само по себе. Как это противоречит и основам спорта любого в связи с тем, что должен быть спортивный дух и так далее. Кто победил в этом батле, решает каждый сам для себя. Хотя в интернете большинство победу отдает Мирону. Причем и русскоговорящая, и англоязычная публика. Для хип-хоп культуры в мире и в России в частности данное событие беспрецедентно. Хотя бы потому, что такого серьезного шага на запад, пожалуй, еще ни один российский рэп-исполнитель не осуществлял. Настолько достойно представив себя и страну на международной арене. Несмотря на лавры, после батла российский артист был скромен и краток. Через твиттер пообещал не демонстрировать поклонникам чувство собственной важности и поблагодарил за поддержку. Варвара Невская, Вести.